Друзья, как всегда, сегодня интересное и полезное видео. У меня наконец-то сломалась стиралка. Сдохли подшипники барабана. Жена рада новой стиралке, а я до поросячего визга рад, то что можно сделать кучу всего интересного и нового. Кто только чего не делал из движка от стиральной машины? Моего характеристики. Не хватает то мощности, то оборотов. Ищутся другие варианты. А ведь он хорош, доступен, дешев и очень распространен. Способен ли он на большее? Да. Поднять мощность и снизить обороты, или наоборот, в целых три раза. Можно. Легко. Давайте сейчас сделаем то, что почему-то никто не делал. Движок монстром. Поехали. Здравствуйте, друзья. Заказал на Алике регулятор с поддержкой мощности. Просто классный. С тахометром, кучей регулировок, с реверсом, управлением релюшками. Но проработав секунд 30, он сразу же сдох. Вышли из строя маломощные семисторы. Выход нашелся сразу же. Я впаял родной семистор из мозгов стиралки. И все отлично заработало. Но регулятор только до 3000 оборотов. Хоть и в инструкции написано, что до 1400, в меню можно поднять до 3. Разберусь с этим позднее. А пока вышел из положения и поставил регулятор от сломанной болгарки. Он покрывает весь диапазон оборотов. Встала интересная проблема. Как снять шкив с вала? Так просто он не давался. Пришлось сделать съемник из куска швеллера и шпильки на М14. Но не тут-то было. Даже грея сам шкив, он не поддавался. В итоге, немного помучившись, сточил его лепестковым диском на вращающемся валу. Как оказалось, это было только цветочки. По задумке нужно сделать переходную муфту на вал. И тут начались эксперименты по изготовлению без токарки. Удлиненную гайку малого диаметра, насадив на вал, обточил болгаркой с лепестковым диском. Предварительно высверлив в ней резьбу сверлом под диаметр вала. Прессовал малую гайку в большую, в М14. Так как мне на второй стороне муфты нужен переход именно под резьбу М14. На всякий случай, чтобы не соскочило. Сделал боковое крепление к валу. Такой вариант был мной забракован. После изготовления соосность хоть и хорошая, но недостаточная для такого количества оборотов. Второй вариант. В удлиненную гайку М14 вкрутил часть шпильки. И для большей точности уже вращал заготовку, а не сверло. Так сказать, по принципу токарного станка. Но так как валу движка 9 мм, не хватило металла на шпильке. И сверло начало хватать резьбу. Уже задумался о маленьком хоббийном токарном станке. Как всегда, зашел на Е-каталог, чтобы посмотреть и прицениться по стоимости. Мне нравится, что представлены все товары и очень много продавцов. Есть что подобрать и выбрать цену пониже. Посмотрел разные фотки и видео, какой вообще ассортимент представлен данных станков. Оказалось, что производителей очень много, а функций и различных параметров еще больше. Может, кто разбирается в недорогих токарниках? Буду очень рад, если посоветуете в комментах, какой посмотреть более подробно. Конечно, купить пока у меня его не получится. Но нужно знать, к чему стремиться и изучать этот вопрос заранее. Ну, приценился, помечтал и хватит. Буду копить. Все же пришлось съездить в ближайший город к токарю. Но не тут-то было. Тоже оказалось биение. Об этом позже. Было решено делать самому, без токаря. Из куска металла вырезал заготовку и с одной стороны до половины нарезал в ней резьбу. На гриндере грубо обточил грани и начал все выводить в идеал на шкурке. Получилось реально почти идеально. Подвал на движке сначала малым, а потом большим сверлом сделал отверстие. Заготовку вращал, а сверло заблокировал. Получилось практически идеальное центрирование осей. Вот сколько вариантов я перепробовал. И это еще не все. Это муфта, сделанная у токаря. Приехав с деталью, оказалось ощутимое биение. Точить муфту нужно было вместе с ответным валом, на котором резьба. Для соосности центров. Так что это мой косяк. А это моя муфта, сделанная болгаркой и дрелью. Это доказывает, что и без токаря, и станка вполне реально сделать очень точную деталь. Для крепления движка отлично подошли в качестве проставок кусочки пластиковой водопроводной полипропиленовой трубы. Ставив, подрезал их под размер. И потом увеличил внутреннее отверстие сверлом для свободного хода крепежных болтов. Болгарка вышла из строя давно. И восстанавливать ее нет никакого смысла. Передаточное число у этого редуктора 3 к 1. Он в хорошем состоянии. Осталось его подготовить и освободить от всего лишнего. Первичный вал в болгарке вращается примерно со скоростью 33-36 тысяч оборотов. Вторичный после редуктора 11-12 тысяч оборотов. Так что он идеально подходит по режиму работы для эксперимента. Для крепления редуктора сделаю крепежную плиту. Простая разметка также будет потом перенесена на металл. Почти все готово. Осталось по мелочи закончить. Ушки крепления движка сделать красивым сам редуктор. Можно начинать сборку и проверку. Сварку показывать не буду. И так все понятно. У меня не было подходящих болтов. Но это тоже не проблема. По-быстрому нарезал резьбу для крепления редуктора. Ребята, как всегда, чтобы не пропустить следующее интересное видео, не забудьте лайкос, подписка, колокольчик. Встретимся с вами в комментариях. Я обязательно их читаю и по возможности стараюсь отвечать. Все ссылки, связанные с видео, в описании. Продолжаем. Итоги. Я выбрал для примера более трудный вариант с увеличением числа оборотов. Я ради интереса пока к валу присоединю давно купленный гибкий вал от гравера. Иногда бывают моменты, когда нужны именно такие обороты. На выходе при полной скорости движка вал вращается 36 тысяч оборотов в минуту. Мощность же составляет честная одна треть от номинала. Просто зверь, даже страшно. И самое полезное, при развороте редуктора в другую сторону, скорость вращения составит уже 4 тысячи оборотов в минуту. А мощность 1,2 киловатта или 1200 ватт. Что очень хорошо и более подходит для большинства самоделок в мастерскую. Итак, все узлы работают в своих штатных режимах. Сделать можно все без токаря и станка. Все детали очень распространены и доступны. И обычный движок от стиралки стал применим к большинству самоделок, где раньше он не подходил по параметрам, по оборотам или по мощности. Друзья, здоровья и удачи вам и вашим близким. Огромное спасибо, что смотрели эти видео. И до встречи на нашем с вами канале Куй Железо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...